всем щербе дорогие друзья прямо сейчас я собираюсь снимать тесты вот такого интересного ножа колл стил но пока видео подкастом заменял я себе вот такую вот зажигалочку нити колл стил харли дэвидсон ну просто атмосфера льется на вас когда вы берете ее в руки досталась она мне понятное дело бы уж най вот и сейчас я зажигалка кстати 9 года и уже 8 лет сейчас я хочу ее почистить и заодно показать ну не знаю стоит ли делать обзор обзор на делать не стоит все так понимают как она должна выглядеть принципе покажу как я буду чистить зажигалку какое использовать для этого какие средства я ее поверхностно уже так чуть-чуть почухал вот ну поверхностно никогда не думал что мой мультитул вот этот маленький он уже лежал так скажем в отдыхе пригодится мне есть на войлочной прокладки какой-то след зеленый не знаю что туда пытались заправлять непонятно так вытащил я войлочную прокладку вынимаем вату вынимаем вату и мы видим что фитиль совсем совсем коротенький уже видимо зажигалкой пользовались наверно ну так нормально пользовались но менять фитиль я не буду в этом пока нет смысла потому что я не буду ей пользоваться там мы видим что вата белая зажигалку никто не перегревал не передерживал скажем так иначе вата бы могла пожелтеть но и в принципе не заправлял всяким говном почему потому что вата белая что уже есть хорошо так есть вот такая вот жесткая кисточка капроновая и вот такой вот белый бензин я его не использую для заправки вот но для чистки самое оно макаем кисточку прямо в бензин и начинаем делать вот такие вот вещи фокус фокус поскольку весь нагар он как бы от бензина принципе ну не только нагар там еще там кремниевая пыль всякая да всякое такое это все продукты горения то бензином отлично чистится в принципе фокус постоянно куда-то убегает так само колесико тоже можно пройтись потом еще его можно почистить иголочкой покрутить и почистить кстати крутится как-то так вот с усилием обычно она крутится очень легко и просто здесь не знаю с чем это связано мне кажется что просто ветрозащита его слишком плотно прижимает не суть собственно как бы все вот этот нагар вот этот вот на ветрозащите с внутренней стороны сейчас покажу это уже надо чистить либо в ультразвуковой чистки вот этой вот ювелирной ну тоже пока особо не вижу в этом смысла так внутри все все у нас алис гуд ну и собираем собственно назад так аккуратно вставляем фитиль показался вытягиваем с этой стороны вот кстати мультитулом очень удобно это все делать вот таким вот маленьким причем все хотел сказать пинцетом не настолько удобно из-за того что пинцета но такие тонкие более да эти вот как правильно назвать хватательные штуки укладываем вату не очень плотно у фитиль здесь змейка не получится сделать прямой будет ничего страшного так ну и сейчас самое главное новая зажигалка должна чуть-чуть у нас поработать ну буквально там дать совсем совсем чуть-чуть 1 2 3 4 5 все хватит кидаем назад кремень устанавливаем войлочную прокладку так чтобы она была чуть-чуть туда втоплена мела небольшой зазор и закручиваем кремень ну эту пружинку не кремень и пружинку пока мы все это делали бензин здесь высох сейчас когда зажжем она немножечко покоптит скорее всего пока поправим как-то не по центру стоит вот так красота вот такие вот дела так вот можно почистить зажигалку я смотрел что чистятся они также повторюсь в ультра ультразвуковой или как это называется вот эта ювелирная чистка чистятся также в теплой воде просто отмачиваются с мягким чистящим средством типа фейри ну и вот такая вот диджурная скажем так чистка это обычным бензином и и щеткой ну можно ватными палочками еще это делать не знаю получится зажечь ее не получится но зажглась второго раза вот так вот ну потом может быть поменяю еще и фитиль потому что видим что все таки как бы наверное замена фитиля не повредит а с вами был еще разок подписывайтесь на мой канал пошел я снимать видео про нож увидимся пока